Тем, кому нужно помочь или есть вопросы, поднимаем руку. В роли учеников за партами пенсионеры и люди предпенсионного возраста. Обучение на компьютере, а для кого-то и вовсе знакомство с ним, стало возможным благодаря проекту «Профессиональное долголетие. Адаптация в меняющемся мире». Его реализует фонд социальной поддержки «Хорошие люди» совместно с Петропавловским храмом. Проект стал призером фонда президентских грантов. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди пожилого возраста, они потихоньку начинают попадать из социума, потому что жизнь очень сильно меняется, и огромное количество возможностей, которые предоставляет человеку пользование компьютерной техникой, смартфонами, различными приложениями, сервисами, в конце концов, интернетом, вот все это, весь этот объем возможностей, он оказывается неиспользованным людьми, которыми не знают ни что такое смартфон, ни что такое компьютер, ни что такое интернет, ни что такое эти сервисы, приложения. Не говоря уже о том, что многие люди, которые еще вчера были бы пенсионерами, Сегодня оказываются людьми предпенсионного возраста, и поэтому для них актуален вопрос профессиональной дальнейшей реализации. Мы подготовили такого рода проект, и, к счастью, слава богу, фонд президентских герантов нам выделил средства на обучение на 4 месяца. Но за это время, я считаю, что мы успеем как-то обкатать ту программу, которая у нас уже сейчас сложилась. Мы подготовим первый, скажем так, выпуск своих студентов, сейчас около 70 человек. И, безусловно, этим дальнейшим будем продолжать заниматься, потому что такого рода людей в Саратове, которым это необходимо, их очень-очень много. Мы сегодня будем смотреть с вами, как установить Zoom на компьютер и на телефон. Значит, у кого есть мощный смартфон, открывайте, вынимайте его. Я могу вам сейчас помочь там настроить интернет. Мы закачиваем все вместе программу Zoom и настраиваем ее. Пять групп и всего около 70 человек на протяжении 4 месяцев будут изучать компьютерную грамотность, деловое администрирование и деловое общение, а также получать помощь психолога. Освоить материал помогают педагоги и волонтеры фонда. Сейчас люди пожилого возраста остаются не у дел. Общаться им сложно, некоторым сложно ходить, зарабатывать деньги очень сложно. Одна из моих задач – объяснить им, что можно заработать хотя бы небольшие деньги в интернете. Количество специалистов, которые сидят дома и набивают там простые тексты, заполняют электронные таблички, делают звонки по табличкам. Востребованность их огромная. И в этом случае сколько лет человеку не имеет значения. Важно, чтобы он выполнял тот функционал, который от него просят. Мне очень нравится учиться. Учиться, учиться, учиться. Вечный студент. Это первая активность. И хотелось бы работать, научиться, на удаленно работать. Вот такая задача у меня есть. Я на пенсии не работала. И мне это очень нравится. Общение тут. И все равно узнаешь много нового. Да, да. Вот из-за этого я пошла, чтобы мозг работал. Ну, как дети, руки поднимаем. Даже вот это настроение поднимает. Все нормально. Спасибо, Игорь Николаевич, терпение за нас. В рамках проекта «Профессиональное долголетие» Игорь Соловьев ведет два курса – компьютерная грамотность и деловое администрирование. Сегодня с ним на занятиях давний друг фонда – Александр Ковшутин. Я вижу, что вокруг нас находится достаточно много людей, которые реально нуждаются в нашей помощи. И в то же время вижу достаточно мало людей, которые эту помощь реально готовы оказывать. Ну, и в соответствии с этим, как бы, если чего-то мало, и кто-то в этом нуждается, то почему не я это должен делать? И к тебе, в общем-то, возникают какие-то вот такие проблемы, которые вот уж прямо вот видишь, ну, стараюсь включиться. Вот, вот у Натальи пошли письмо. Видите, как рады. Помучились немножко, но получили. Ну, получили какой-то результат. Очень, даже без него вообще бы даже ничего не сделала. Среди учеников проводился опрос, и оказалось, что есть и те, кто нуждается в элементарном – в еде. Сейчас 17 человек из числа обучающихся получают и продуктовую помощь. Свою работу фонд начал чуть больше года назад, одновременно с началом пандемии. Тогда все как раз и начиналось с продуктовых пайков и лекарств. Добрый день всем. Порядок у нас прежний. Сначала мы проходим первый раз, делаем таймау две минуты, и потом уже делаем вторую очередь, да? Как обычно. Пайков сегодня, к сожалению, нет, но зато есть мороженое. Вот, поэтому вкусняшкой сегодня будет. Каждую среду в 7 вечера на Привокзальной площади и по воскресеньям в 11.00 у Петропавловского храма волонтеры фонда «Хорошие люди» кормят всех, кому это необходимо. И не всегда это люди без определенного места жительства. Это самые разные категории нуждающихся, то есть это те люди, которые нуждаются в помощи. Это может быть человек, который оказался просто в какой-то кризисной ситуации, например, потерял работу. Или, не знаю, муж, например, у женщины ушел, да, и она осталась совсем одна с ребенком на руках. У меня нет статуса матери-одиночки, но тем не менее таковой и по сути является. Это многодетные семьи, это малоимущие семьи и по документам, и по факту, потому что порой это тоже вещи не совсем совпадающие. Это люди с инвалидностью, это пенсионеры, которые в основе случаев тоже являются малоимущими. С мая этого года «Хорошие люди» накормили больше тысячи саратовцев. И сейчас уже больше 400 человек ежемесячно получают продуктовые наборы, которых хватает на 2-3 недели. Сегодня фонд – это почти сотни волонтеров. Продуктовые и вещевые наборы для нуждающихся, адресные сборы, обучение профессиям для матерей-одиночек, горячие обеды для бездомных, стипендии для детей и подростков из малоимущих, неполных и многодетных семей. Как-то происходит, вот все время приходится что-то делать на грани своих возможностей. И когда мы подходим к этому пределу возможности, каким-то образом Господь помогает, потому что появляются люди, которые начинают в свою очередь нам в этом помогать. Да, есть масса вещей, которых мы не можем сделать. Мы не можем там платить дорогостоящую операцию для больного ребенка, потому что у нас на это просто нет ресурса. Мы не можем решить порой там жилищные проблемы человека, потому что у нас нет возможности приобрести ему, естественно, квартиру. Но мы можем, по крайней мере, обеспечить человеком ту помощь, которая позволит ему не погибнуть. Это вещевая помощь, это продуктовая помощь, это в каких-то случаях юридическая, психологическая помощь. И просто понимание того, что человек не один, и что как бы ему ни было тяжело, он все-таки не пропадет, если у него есть желание эту помощь принять. Продолжение следует...